И поподробнее расскажу. То есть доклад вообще будет про то, что бизнес – это все-таки у нас данная ситуация в наше время, да, это голодные игры, это когда денег на рынке меньше, а требований к вашим компаниям больше. В связи с чем вообще это происходит? То есть для того, чтобы отличаться вам от другой компании, так же, как и нам от другой компании, необходимо улучшать именно сервис, оказываемый вашим клиентам, потому что только клиенты несут вам, соответственно, деньги на развитие и дальнейшее продвижение вашей компании, вашего продукта или вашей услуге. Это неважно. Что делает компания? Мы, те, кто не умирают, а хотят жить дальше, мы начинаем автоматизировать свой бизнес, соединять систему между собой, делать удобные рабочие места для наших сотрудников, которые работают с клиентами. И вот у меня есть такое исследование компании Кумэджик, которое говорит нам о том, что 80% на слайде 72, да, у нас происходит взаимодействие с клиентами нашими по телефону. Сейчас на меня все обычно нападают в этот момент моей презентации, говорят, что сейчас там онлайн-заказы, чаты, открытые линии в Битриксе, мессенджеры, телеграммы и так далее, заявки с сайтом, все это очень сильно развивается. Да, но статистика показывает, что развитие идет только в больших городах-миллионниках, то есть доверие пользователей, да, клиентов ваших, если это особенно физические лица, да, то идет только в больших городах. В маленьких городах люди до сих пор предпочитают сначала позвонить и узнать, что эта компания неоднодневка и как-то с вами сначала познакомиться. Поэтому канал продвижения, точнее, канал взаимодействия телефон, это все еще остается самым популярным. И компания Q-Magic сделала еще одно исследование, в котором говорится о том, что все еще 80% по всей России, ой, извините, у меня скачут слайды, 80% наших заказов по всей России, да, усредненное, мы получаем по телефону. Давайте представим, что у вас личная встреча предпочтительнее, Павел, все правильно, но все равно вы со звонка начинаете. Чтобы на личную встречу пригласить клиента, вы со звонка все равно начнете. А да, кстати, вы можете задавать мне вопросы в чат, я пытаюсь на них ответить в течение там вебинара, либо кто перелистывает мои слайды. Простите, пожалуйста, я не очень понимаю, кто это делает. Вроде я ничего не трогаю. А вы можете задавать мне вопросы в чате, я постараюсь на них ответить либо по ходу, либо в конце, если вопрос очень большой. Давайте представим, да, что у вас идеальная компания, у вас классный сайт, у вас правильно настроена вся реклама, директа, там, и Яндекс, к вам постоянно идут посетители, у вас правильная бренд-стратегия, правильная маркетинговая стратегия, то есть вы не испытываете недостатка в клиентах. Но все рушится, когда клиент позвонил в вашу компанию, а в компании никто не снял трубку из менеджеров, либо снял и не знает, что ответить клиенту, либо снял и, соответственно, промужил клиента на линии и не смог никакого дать внятного ответа. Все так же, возвращаясь к основной идее, соответственно, моего семинара, о том, что нет сейчас или в ближайшее время не будет уникального товара, либо услуги. То есть мы только за счет сервиса можем конкурировать между собой и, соответственно, конкурировать за наших клиентов. А вот о чем говорит компания Кумэджик? То, что мы два из трех заказов... Ребята, кто перелистывает мой слайд? Сейчас, секунду, простите, пожалуйста. Вернемся к нашим слайдам. Два из трех заказов мы теряем. И они провели некоторые исследования и узнали некоторый процент потери клиентов на каждом из этапов. Давайте их рассмотрим. Я их буду рассматривать с точки зрения интеграции 1С-телефонии, но все, что я рассказываю, это применимо к любой системе, в которой вы обрабатываете ваши клиенты. То есть, ну, так называемые CRM-системы. Это применимо вообще совершенно к любому бизнесу, к любым системам, в которых вы работаете. Так, а кто-нибудь слайды мои видит? Мне почему-то Илья написал, что никто не видит моих слайдов. Так. Илья, подскажи тем, у кого. Так, исследователь у Magic все правильно, да, на экране, но у меня постоянно они скачут почему-то. Подскажи, Илья, что делать тем, кто не видит слайды? Может быть, нужно просто переподключиться? Так, да, ну, просто перезагрузить страницу, я думаю, что слайды вы увидите, звук у вас будет, и изображение тоже. Итак, поехали дальше. Давайте рассмотрим эти этапы, как мы можем это улучшить, чтобы не терять клиентов на каждом из этапов. У меня первый этап – это непринятые звонки. А у меня всегда вопрос, сколько пропущенных звонков в вашу компанию вы считаете в день? Пишите в чат, давайте общаться. Так, никто не считает пропущенные звонки? Ноль. Ну, это еще один клиент, у которого есть ноль звонков. Вероятно, как у вас нет? Вообще расскажите мне, как вы живете. Звонков нет или пропущенных звонков нет? Так. Илья, нет, так не должно быть. У меня большую сделали. А, извините, у нас какие-то проблемы с трансляцией. Кто-то видит мои слайды, кто-то не видит мои слайды. Я очень извиняюсь. К сожалению, от меня не зависит. Так. Так, теперь все хорошо, все видят, как я перелистываю слайды. Еще раз прошу прощения, это вообще для меня новая площадка, я не очень понимаю, как мне работать. Итак, у меня слайд, сколько пропущенных звонков в вашей компании за день. Вы его видите? Напишите плюс. Так, отлично. Я надеюсь, что теперь все пойдет прекрасно. У кого-то там, кто-то писал, что в офис приходят люди, да, не звонят. У нас в больших городах обычно, чтобы прийти в офис, нужно по Москве там, например, проехать, поэтому все предпочитают позвонить, либо там мессенджеру написать и так далее. На самом деле, если вы не считаете, не выгружаете их и никак не следите за этим показателем, то вы теряете там от 10 до 25 процентов звонков, проверяется все очень просто, вы можете сделать это самостоятельно. Вы 10 раз можете в день позвонить в свою компанию и попросить 5 друзей своих сделать то же самое. То есть получается, 60 звонков должны быть приняты. Но, к сожалению, такого показателя не будет. Это будет там 40-45, если у вас реально классно работает там отдел, который принимает звонки, в частности, отдел продаж. Обычно, когда вот это рассказываешь предпринимателям и говоришь, что, например, вы там тратите 200 тысяч на рекламу, за эти 200 тысяч вы получаете там 50 новых заявок. То есть каждая заявка у вас стоит 4 тысячи рублей. Если посчитать, что из 50 звонков пришло, а из них, скорее всего, 10 процентов вы не приняли, то 20 тысяч рублей на рекламу в месяц вы сливаете совершенно впустую. Так, Павел, да, наши клиенты вообще везде. Мы работаем не только с Россией, со странами СНГ тоже работаем. Я думаю, что многие сейчас удаленка хорошо развита, и поэтому можно работать. Но все равно уж нужно созвониться сначала, узнать, кто там вообще принимает эти звонки. Звонки мы, соответственно, мы сливаем бюджет, и что нужно сделать? Обычно сейчас классно на всех курсах по продажам рассказывают, что нужно выгрузить все свои звонки в систему, в которой вы ее обрабатываете, в которой вы обрабатываете ваших клиентов, ну, или взаимодействие фиксируете. Все пропущенные звонки мы выгрузили в 1С и получили вот такую картину. У меня все данные реальные, то есть это реально с нашей базы, скриншот, в котором новый клиент нам позвонил два раза, и в последней колонке выделено последующее действие, что происходило с этим звонком, когда он был пропущен. То есть звонок был пропущен два раза, никто клиенту не перезвонил, и клиент нам не перезвонил. То есть он уже ушел, сказал, так, это мертвая компания, мне никто не отвечает, я пойду куплю в другом месте. Клиента мы, соответственно, потеряли, и денег на привлечение мы потратили. Что нужно делать вообще с этим? То есть изначально регламент стоял следующий для менеджеров. То есть как только звонок пропускается, в течение дня он должен быть обработан. Но за счет того, что уникальности в услугах или там в товарах нет, опять же повторяюсь, клиент, скорее всего, если он позвонил с утра, и ему вечером перезвонил менеджер, это вообще дохлый номер, и ничего не получится. Поэтому некоторые советы, то, что работает у нас, что делать? Мы, в свою очередь, написали два бота в мессенджере Telegram и Bitrix24. И как только звонок пропускается, менеджеру приходят пуш-уведомления на телефон либо в сервис на компьютере о том, что звонок был пропущен. Есть две кнопки – перезвонить с мобильного или перезвонить, соответственно, через АТС, через наш офис. Это очень классно. Они могут сделать это сразу, перезвонить нашему клиенту. Высший пилотаж, если бы система сама перезванивала на пропущенные звонки и соединяла с первым менеджером, который свободен. То есть мы к этому идем, обязательно это сделаем у себя, протестируем, потом будем показывать, как это работает. Второе – это назначить дежурного менеджера вне рабочей часы, когда у вас никого нет в офисе. То есть нанимать менеджера, который будет круглосуточно принимать звонки, в нашем случае мы работаем со всей Россией, странами СНГ, это слишком трудозатратно, и очень много денег на это потратится впустую. Для того, чтобы отловить звонки наших клиентов вне рабочей часы, просто мы назначаем ответственного менеджера, который не находится в офисе, он может заниматься всеми своими делами, но звонки клиентов вне рабочей часы переадресуются на его мобильный телефон. Он может принять звонок везде, в метро, в автобусе и так далее, и попросить клиента, точнее, принять звонок, пообщаться с клиентом и сказать, что завтра же с утра мы обработаем вашу заявку, потому что мы уже не работаем. Почему это правильно и хорошо? Потому что в другие компании вне рабочей часы вообще никто не отвечает клиенту. Если даже вы скажете, что вы обработаете его заявку утром, в течение рабочего дня следующего, он будет доволен, и с утра, когда менеджер ваш придет на работу, он откроет там свою систему, в нашем случае это система 1С, увидит, что у него звонок был, прослушает его еще раз ответственный менеджер и перезвонит клиенту и, соответственно, закроет его с вероятностью там 80-90%. Потому что клиент уже к вам более лоялен, потому что вы ему ответили, никто ему больше не ответил, ни одна другая компания. Говоря, опять же, про рекламу, про рекламные затраты, очень часто... Так, колл-трекинг, все знают, что такое? Не надо рассказывать. Вообще эти плюсы-минусы, чтобы мы знали, что вы живы. Колл-трекинг вообще классная вещь, сейчас расскажу, зачем надо. Смотрите, вот, грубо говоря, вы даете рекламу... Ну, берем контекстную рекламу, которая дается там на Google AdWords, да, и Яндекс.Директ. Туда 100 тысяч в одну рекламу и в другую 100 тысяч рублей. И к вам начинают поступать, соответственно, заявки от ваших клиентов и звонки. Все прекрасно, но в один прекрасный момент вы понимаете, что нужно узнать, откуда все-таки больше, может быть, как-то бюджет нужно перераспределить, может, там, на Google больше, а на Яндексе меньше. И в этот момент предприниматель, либо там руководитель приходит в, соответственно, офис и говорит менеджером по продажам. Теперь вы обязательно должны спрашивать у клиентов, откуда они пришли. И с вероятностью 99%... Такой поле всегда есть в CRM-системе, там, источник обращения. С вероятностью 90% клиент будет говорить, что он пришел из интернета. И ни один менеджер не будет его спрашивать, в какой вы строчке это, там, нас нашли. В рекламной, либо в баннерах, либо там еще где-нибудь. Они просто вас напишут. Там, из интернета пришел клиент, что вам вообще не дает никакой информации. То есть это вообще бесполезные действия. Так вот, колл-трекинг для чего существует? Колл-трекинг изначально вы выделяете на каждый ваш рекламный канал определенный номер телефона. Например, для Яндекса верхний. Я надеюсь, у меня видно там закладочку, курсор мой. Для Яндекса там верхний, который на 43 заканчивается, а для Гугла, который на 44 заканчивается. Что происходит? Когда клиент переходит по вашей рекламе, например, из Яндекса, то стандартный номер телефона вашей компании подменяется на вашем сайте в момент захода клиента на номер телефона вашей рекламной компании. То есть он становится там 495-229-30-43, да, на моем слайде. И когда клиент звонит в вашу компанию, он звонит на именно номер данной рекламной компании, и вы с точностью сможете определить, откуда он позвонил, с какого объявления, с какой рекламной компании, с Яндекс там, либо с Гугла, по входящему номеру. Здесь хорошо объяснила. Таким образом можно посчитать, сколько у вас клиентов приходит с разной рекламы, интернет-рекламы, то есть... Но, к сожалению, этого недостаточно для бизнеса. То есть важно знать не то, сколько пришло клиентов, да, лидов их в продажах называют, потому что они могут быть целевые или нецелевые, может, кто-то ошибся номером, может, кто-то неправильно понял. Нужно посчитать, сколько денег вам приносят клиенты с какой-то рекламы, которую вы даете в интернете. Для того, чтобы посчитать, сколько денег, нужно эту информацию выгружать, соответственно, в учетную систему, там, где вы ведете уже учет заказов там и от грузок. То есть что происходит? У нас... Мы в 1С это выгружаем и смотрим, сколько мы потратили на данную рекламу денег и сколько было от нее продаж. Например, в последнем столбике видно, что у нас были продажи большие с определенного рекламного канала. Здесь все понятно. Таким образом вы можете варьировать, соответственно, стоимость, точнее, затраты на вашу рекламу, переспредить ее туда, где больше у вас целевых лидов и, соответственно, получать больше денег. Таким образом это и работает. Но это самый такой простой вид колл-трекинга статический. Есть еще динамический колл-трекинг, когда вы можете там определить не только, какая рекламная кампания работает, вплоть до рекламного объявления, которое, соответственно, дается. Но оно немножко там подороже, потому что пул номеров должен быть побольше. Итак, медленное обслуживание. Опять же возвращаемся, переходим, точнее, на следующий этап. Медленное обслуживание. Обычно все думают, что медленное обслуживание – это переключение между сотрудниками, заполнение каких-то документов во время разговора с клиентом. Но, на самом деле, медленное обслуживание начинается вообще с самого начала. Это когда клиент звонит в вашу компанию, вы заставляете его ждать, слушать ваше огромное верминю с 15 отделами. Ваши клиенты новые, они не готовы ждать. Вот скриншот наш говорит о том, что клиент не готов ждать больше 27 секунд в нашу компанию. То есть 27 секунд он срывается, уходит в другую компанию и находит другого франчайзи, который ему там бухгалтерию установит или настроит. Поэтому мы что рекомендуем для старых клиентов? Выделять обычный номер телефона, ваш стандартный, и туда запихивать это верминю большое, которое с вашими всеми отделами, отделами продаж, сопровождения, там, настройки и так далее. Большое длинное верминю для клиентов, которые вас знают. А для клиентов новых, которые вас не знают, убирать, либо сводить к минимуму вообще длину верминю. Потому что многие компании на рекламных номерах используют, не используют вообще верминю. Например, компания InfoSoft, большие достаточно франчи, у них всегда клиенты встречают девочка. И они, когда тестировали, делали, ну, там, тестирование как лучшее, они поняли, что лояльность повышается у клиентов, когда их встречают, нового клиента встречает уже человек, а не робот. Поэтому рекомендуем попробовать в себя такую штуку. Так, история жизни у меня есть классная. Я, как и все приезжие в Москве, хотела взять ипотеку. И 5, ну, история вообще простая, да, 5 сайтов банков. На 5 сайтах банков заполняете, что меня зовут Мужельская Анна, мой номер мобильный телефона, и что я хочу там взять 3 миллиона в ипотеку. И тут, значит, я заполнила все эти формы, отвлеклась, мне кто-то перезвонил из этих банков. И когда я начала перезванивать в ответ, я пропустила звонок. Что получилось? То есть они никогда меня не соединили, ни разу вообще, когда вот такие ситуации происходили, они меня не соединили с ответственным менеджером либо отделом. Они меня выкидывали на 8800, их там стандартный номер телефона банка, говорили мне огромное вверх меню, рассказывали мне там про кредитные карты, которые совершенно мне неинтересны, и в итоге мне приходилось общаться со многими сотрудниками, чтобы найти человека, который вообще знает о моей заявке. Это очень странно, потому что банки, у них же там не просто там айтишник один сидит, у них целые IT-айделы, почему они не могут сделать такую простую форму маршрутизации звонка. Ведь у них есть мой номер телефона, который однозначно меня идентифицирует. Я же физлицо, у меня там мобильный телефон, это все. Почему они не могли меня соединить хотя бы там с отделом, с ипотечным? Это очень-очень странно. А на самом деле это самая простая форма маршрутизации, переадресации на ответственного менеджера в, соответственно, карточке клиента. То есть кто-то же взял мою заявку, какой-то менеджер, например, Медведев Александр, он ответственный за мою заявку. Когда я позвонила в компанию, соедините меня с Медведем Александром в обход вообще всех iVR-меню, потому что мне неинтересно вообще про карточки знать. Это самая простая, но мы немножко дальше пошли, потому что, например, на нашей компании такая штука не работает. То есть у нас какие-то проекты могут вести несколько сотрудников из разных отделов, и в зависимости от того, что сейчас происходит с нашим клиентом, его нужно соединять совершенно с разными сотрудниками. То есть однозначного одного менеджера по проектам у нас, к сожалению, нет. Тогда что мы сделали? Мы знаем, что у нас в базе колоссальное вообще, огромное количество документов, которые заполняются по клиенту. То есть это не только звонки, письма, но это счета, тикеты в техподдержку, какие-то задачи. По нашему клиенту очень много документов, и мы выяснили, что... Мы решили, что у каждого документа должен быть свой вес, то есть свой приоритет. То есть если, например, я завела вашу карточку, там, года или два назад, а сегодня вам Николай Бикетов, наш генеральный директор, выставил счет, то, скорее всего, сегодня вы позвоните ему, и нужно соединить вас именно с ним сегодня, по большой вероятности, чем у менеджера, который указан в карточке год назад. Скорее всего, вы сегодня с ним хотите по заказу по этому поговорить. То есть это более такая интеллектуальная форма маршрутизации. Мы туда добавили еще генерацию речи. То есть когда вы звоните в нашу компанию, вы не слушаете, если вы старый клиент, не слушаете наше стандартное верминю, вам проговаривается, что в нашей CRM-системе есть информация о том, что вы работали с такими-то сотрудниками. Выбираются самые два самых значимых сотрудника в зависимости от того, какие документы этот сотрудник внес по вам, как по клиенту. И если ваш клиент наконец-то до вас дозвонился, прошел все верминю и все вообще преграды, которые мы ставим для клиента, то мы показываем нашему менеджеру, кто нам позвонил. Ну, это стандартные функции, кто позвонил, из какого там города мы еще делали, как зовут, если есть контактный телефон контактного лица данного клиента. Клиенты радуются, когда их узнают, и они очень радуются, когда им не нужно 15 раз рассказывать про свою проблему. Если мы во время звонка, мы в своей 1С-программе открываем нашему менеджеру специальный документ, в котором мы собрали последние взаимодействия по клиенту, то есть это могут быть заказы, письма и так далее. Все самое последнее, то, что происходило с клиентом, самый главный его вопрос. Для того, чтобы клиент их не повторял, а менеджер быстро с ними ознакомился. Чем хороша такая штука? Вот в нашей системе, в 1С, мы сделали этот стикер, как мы его называем, открытым. То есть его можно настроить под любой вид бизнеса. Если это, например, ремонт автомобилей, то, скорее всего, менеджеру, который принимает звонок, необходимо видеть марку машины, там последнее обращение и еще какую-то информацию, которая именно по данной машине есть и по данному владельцу, соответственно. Если это, например, сервисы доставки еды, то в момент звонка необходимо ваше предпочтение по блюдам для того, чтобы допродать вам эти предпочтения, либо новые акции, которые там и есть для вас, как для определенного клиента и так далее. То есть это можно использовать для любого бизнеса, для любых сотрудников, даже внутри одного бизнеса этот документ и данные, которые ему необходимы при звонке, они могут быть совершенно различными, и это настраивается любыми программистами 1С, там, из 7 тысяч франчайзи плюс еще куча фрилансеров. Да, это возможно сделать. То есть автоматизировать и сделать для клиента удобнее, для вашего менеджера удобнее. И здесь у меня еще одна часть, это вот вы все сталкивались с такой штукой, то, что подождите, мы вас сейчас переведем на сотрудника, вы 5 минут слушаете время, музыку на удержание, она не всегда приятная. И потом звонок возвращается на человека, который переадресовывал, говорят, ой, извините, там, сотрудник там отошел, его нет в офисе вообще. А зачем вы тогда потратили там 5 минут моего времени, когда можно было вашему сотруднику, сотруднику, соответственно, компании дать инструмент, в котором видно, что, например, Максим Цветков на данном слайде, он разговаривает с компанией, с другой армета, нет смысла вообще переводить на него звонок. Нужно просто сказать, что вам перезвонят, и не тратить время клиента и нервы, соответственно. Делайте, развивайте, соответственно, данные штуки, потому что они очень полезные. Они маленькие, но очень полезные. Итак, у меня еще есть следующая часть, еще две части. Вы не спите? Пишите плюсы и минусы. Интересно, быстро, есть какие-то замечания? А БЛФ – это вообще, Павел, классная штука, но не у всех телефоны такие. Вот у меня, например, телефон без БЛФ, потому что у меня дешевенький. Просыпайтесь, просыпайтесь, день прекрасный. У нас, кстати, только у генерального директора с БЛФ. Так, продолжаем. Некомпетентность сотрудников. 21% от ваших заказов – это пятая часть – вы теряете на то, что ваши сотрудники некомпетентны. Что это значит? Ну, то есть, когда вы выполняете работу сами, вы выполняете ее качественно, потому что вам стыдно перед собой сделать ее некачественно. Это относится к руководителям в большей степени, потому что у них больше ответственности, они как-то более собранные люди, поэтому они руководители. Когда у меня была проблема большая, я год назад, или полтора уже года назад, четыре раза за год набирала отдел продаж. Четыре раза. Самое сложное – это их обучение. Обучение не в плане, не только в плане продукта, который мы продаем, развиваем и делаем, а в плане вообще ввода вашего сотрудника в, соответственно, вашу компанию, потому что для каждого человека понятие клиента ориентированность, лояльность и так далее, все, что относится к бизнесу, это разные понятия. Тем более у наемных, например, сотрудников, менеджеров вообще совершенно другая мотивация. То есть им интересны их там KPI и деньги, им интересны вообще ваши клиенты, и они не очень понимают, как общаться с ними. Поэтому мы, например, выгрузили все наши звонки, они доступны у нас через 1С, и каждый сотрудник может их прослушать. То есть новые сотрудники, когда приходили к нам, они кроме там офлайн-обучения, это семинары, там, вебинары, которые я читаю, внутри компании, они не только это учили, да, а потом они слушали разговоры более старших коллег, мои, там, наших разработчиков, для того, чтобы понять, в каком стиле как мы общаемся с клиентом, что для нас хорошо, а что для нас плохо. И, соответственно, они какие-то пробелы в знаниях тоже этими записями разговоров выполняют. То есть в такой форме мы можем любой звонок прослушать либо с помощью телефона, либо в гарнитуре, либо там с перемоткой. У нас давно это просили, мы это сделали. То есть прямо из 1С не нужно там идти к админу, просить у него какие-то записи разговоров и так далее. Никаких админских прав тоже не нужно. Любой сотрудник может прослушать свои звонки либо звонки своих коллег. Чем еще хороши звонки? Вообще все звонки можно условно в компании разделить на три типа. Хорошие, плохие, нормальные. Плохие – это хорошо, потому что на них можно поучиться. Хорошие – также хорошие для того, чтобы обучить ваших сотрудников. То есть на планерках можно говорить, что вот этот звонок плохой, давайте его разберем, почему он плохой. А вот этот звонок хороший. Нужно отсюда какие-то удачные фразы взять и использовать их для дальнейшего общения с новыми клиентами. Как определить, какой из них – хороший, какой плохой? В компаниях многие вводят чек-листы, которые определяют, что хорошо, что плохо. То есть поздоровался ли менеджер, представил ли компанию, рассказал о продукте, предложил встречу или не предложил. То есть все звонки можно разделить и использовать не только для разбора клиентов, как мне обычно говорят, что там пугает, что у нас звонок записывается. Нет, это для обучения лучше подходит. Многие наши знакомые, компании, партнеры используют также эти звонки для обучения. И как только ваш сотрудник прошел базовое обучение, офлайн, он послушал звонки, он примерно понял, как нужно общаться с клиентом. Поэтому мы никогда не ждем, что он там два месяца в офлайне сидит, потом мы его на третий месяц испытательного срока выпускаем в поля. Нет, сотрудник сразу уходит в поля в течение пары недель. И мы сделали такую штуку, назвали функцию супервизор для того, чтобы было комфортно сотруднику, комфортно его руководителю. То есть сотрудник может позвонить на первые звонки, он свои делает, конечно, под руководством руководителя, и он не боится, потому что руководитель в онлайне слушает этот звонок и может подсказать менеджеру, что говорить. Если там клиент сливается, там, дай бесплатную доставку, либо там, дай скидку до конца недели. Прямо в трубку он слышит то, что ему говорит руководитель, но клиент об этом не догадывается. Это одна из функций нашего супервизора в онлайне. Можно шепнуть коллеге. Можно присоединиться к разговору, собрать такую мини-трехстороннюю конференцию, если компетенции не хватает, да, и необходимо участие других отделов. Можно просто подслушать разговор, о чем не клиент, конечно, не ваш сотрудник не догадается, если вы, соответственно, контролируете в онлайне все разговоры. Но это колл-центр обычно делают такие штуки. Мы немножко доработали. Теперь мы из ДНС можем прямо в конференцию позвать многих сотрудников для того, чтобы решить какие-то вопросы по большим проектам. То есть чем лучше, чем... Мне все время говорят о Скайпе. А в Скайпе у вас не сохранится ни история, ни запись разговора у вас не будет. То есть вы все это потеряете. Здесь у вас останется запись разговора, и вы точно потом сможете ей оперировать в случае чего. Вообще телефония дает колоссальное количество данных о звонках, то есть и о ваших менеджерах. Сколько они проводят времени в разговорах, сколько у них простое, сколько у них обработанных, принятых, непринятых звонков, сколько у них звонков исходящих. Такая метрика обычно используется в колл-центрах. Но в наших, ну, в обычных компаниях, где нет колл-центра из отдела продаж, обычно показателем того, что отдел продаж хорошо работает, менеджер хорошо работает, выполнение плана продаж. Но звонки нам много очень могут рассказать о наших сотрудниках. Например, если сотрудник звонит много, а продает мало, значит, скорее всего, он говорит что-то не то. Или продает как-то не так. Значит, нужно прослушать его звонки и узнать, где у него пробел или проблемы в знаниях, да, либо в коммуникациях проблемы, научить его именно этому. Если сотрудник звонит мало и продает плохо, нужно узнать, что ему мешает звонить, соответственно, больше и продавать больше. То есть, скорее всего, нужно какие-то соцсети закрыть на компьютере, либо еще какую-то, ну, управленческую какую-то штуку сделать. Может, продажник хороший, ну, не может собраться. То есть эти данные вам могут помочь косвенно для того, чтобы увеличить продажи. Вы сможете увидеть тенденцию, почему что-то идет не так, и, ну, соответственно, повлиять оперативно. Так, я сейчас часть эту закончу, Павел, и отвечу на ваш вопрос. Что мы сделали для себя? Уже, ну, многие наши клиенты тоже просят такую штуку. В продаже говорят о том, что обязательно нужно смотреть, как менеджер, что менеджер делает в течение дня. Она называется карта рабочего дня сотрудника. Мы ее выгрузили в нашу систему 1С, потому что мы изначально 1Сники, и, соответственно, делаем мы панель телефона, и письма собираем все в 1С. То есть у нас там база централизованная CRM в 1С, получается. Мы выгрузили все письма, все звонки, и мы теперь можем увидеть по часам, что делал наш сотрудник. Очень классная информация не только для того, чтобы понять, что делает сотрудник, но и для того, чтобы их сравнить. То есть у нас есть некоторая оболовка за письма, фактическая оболовка за, соответственно, звонки в минуту, и можно оценивать наших менеджеров и тоже их как-то продвигать в зависимости от того, какие баллы они набирают, как они продают. Павел, сейчас отвечу на ваши вопросы. Кадр решает все, да. Менеджер – это вообще сотрудник, который встречает вашего клиента, поэтому они очень важные люди. Не надо думать, что менеджер по продажам – это плохо. Нет, это люди, которые помогают вам делать ваш бизнес. Функция мониторинга в АТС Естар. Я, к сожалению, не лазила внутрь Естара, я не знаю, о чем вы говорите. Клиент. Можешь продавать мало, но задорого. Да. Да, возможно. Но я говорила именно про выручку. Если мы вернемся к звонкам, да, если он мало звонит и мало выручки вам приносит. Не в смысле продает. Не в смысле по количеству, а мы все в деньгах меряем, потому что количество в наше время не очень все решает. Давайте я продолжу. Технология продаж и инструменты продаж. Это очень большая тема. Я буду говорить только про то, что связано именно с интеграцией, в нашем случае, 1С, телефонии. В вашем случае это может быть другая система, учетная система. Мы делаем очень много разных, всяких разных проектов, потому что мы уже больше шести лет занимаемся интеграцией, соответственно. Имеем огромные компетенции именно с эстерийском все это делать. У нас был проект, который, клиент, который занимался, это микрофинансовая организация, которая выдает микрокредиты. У них, соответственно, весь бизнес построен на том, чтобы возвращать, соответственно, долги. Что вы понимали, это огромная база клиентов. Это там не 100 клиентов, это десятки тысяч клиентов, можно даже миллионы, нет, ну, скорее всего, десятки тысяч клиентов, с которыми нужно было менеджером связываться и, соответственно, возвращать долги. Что делал менеджер? Он сидел в офисе у себя и тыкал кнопочками на телефон, набирая исходящие номера. Ну, соответственно, делая исходящие звонки. Здесь присутствует и фактор человеческий, то есть он мог ошибаться, и то, что там у него клиент был занят, либо клиент не хотел брать трубку. Ну, соответственно, когда вы берете кредит, вы вряд ли хотите его возвращать, вы вряд ли об этом думаете, что его нужно будет возвращать. То есть у них вообще была конверсия, только каждый десятый брал трубку. Мы внедрили им самый базовый функционал, который есть в интеграции 1С-телефонии. Это звонок с карточки клиента. У них быстрее пошел обзвон, но результативность все равно осталась низкая, потому что только каждый десятый снимал трубку. Это для них было очень грустно, то есть они стали быстрее набирать, но конверсия стала низкая, менеджера все равно нужно было очень много на проработку данной базы. Тогда у нас разработчики предложили им сделать автоматический обзвон из 1С. То есть как это работает. То есть менеджер, старший менеджер, их обычно называют супервизорами, он приходит на работу и заполняет списки для обзвона для менеджеров. Как только запускается обзвон, система автоматически, АТС начинает обзванивать клиентов, и как только она дозванивается до клиента, она соединяет его с первым доступным оператором. Конверсия в этот момент к компании сильно повысилась, потому что скорость обработки результативных заявок серьезно повысилась. Соответственно, для этой компании проработка именно базы и клиентов, которые с ними хотят общаться, были прямые деньги компании. Также компания, соответственно, уменьшила количество менеджеров, потому что система автоматически обрабатывала звонки, и не обязательно менеджерам нужно было набирать это вручную. То есть что-то менеджеров сократили, тем самым тоже прибыль увеличили. Так, у меня еще есть одна история, Павел, потом я отвечу на ваш вопрос. Я очень рада, что вы очень активны, потому что вы только один активный, все остальные опять же спят. Так, оценка удовлетворенности. Давайте вопрос. Кто-нибудь делает оценку удовлетворенности, вообще в компании вашей, делает оценку удовлетворенности продуктом либо услугой? Пишите плюсы-минусы. То есть когда после продажи ответственный сотрудник звонит клиенту и говорит, а вам все понравилось, а у вас там есть какие-то вопросы? То есть это на самом деле очень полезная штука, которая вам точно поможет улучшить качество обслуживания, потому что клиент, который он уже купил, он может быть либо удовлетворен, либо не удовлетворен, что хорошо для вас, если вы об этом узнаете. Вы улучшите какие-то ваши вещи, процессы какие-то внутри компании, которые помогут сделать сервис лучше и, соответственно, он станет лучше для новых клиентов. У нас была такая проблема. Мы ходили на курсы по продажам в компании Ойли. Курсы по продажам были классные. Почему? Потому что там домашку давали постоянно. После каждого блока, там 8 занятий было, 8 недель, тебе дают домашнее задание, которое ты должен сдавать куратору. Вот одно из заданий было провести оценку удовлетворенности. Как раз наших клиентов, мы приехали в наш офис с генеральным директором, решили сделать это самостоятельно с помощью нашей системы 1С CRM. Но, к сожалению, мы не смогли этого сделать, потому что вопросы были... Анкета, которая предоставляется в типовом функционале, она совершенно линейная. А нам нужно было строить разговор, скрипт разговора их обычно называют, в зависимости от того, что ответил клиент. Бессмысленно спрашивать у клиента, который еще не начал использовать продукты, а просто купил, какие у вас вопросы по функционалу есть, или какие у вас проблемы при запуске возникли. То есть делегировать... То есть вы можете сами сделать этот обзон, потому что вы знаете, о чем спрашивать, но делегировать этого на другого сотрудника, любого другого сотрудника, вы не можете, потому что получится очень странно. Поэтому мы начали искать компанию, которая может предоставить конструктор данных скриптов, конструктор разговора, план разговора в зависимости от того, что отвечает ваш клиент для того, чтобы делегировать это на других сотрудников. Мы нашли компанию Hyperscript. Так выглядит маленький скрипт разговора. То есть руководитель его рисует, и в зависимости от того, что отвечает клиент, рисует, дорисовывает блоки для сотрудников. А потом менеджер уже в системе 1С может воспользоваться данным скриптом, и работать вот в такой форме. Ну, это одна из реализаций, которую мы сделали там для себя, для клиентов. Мы делали другие реализации, но тоже со скриптами, потому что это важно, и это лучше и проще вводит ваших сотрудников в эксплуатацию, так скажем. То есть у менеджера есть вся информация по продукту или по услуге, которая там куплена клиентом, и, соответственно, есть вопросы, на которые ваш менеджер дает ответы, и следующий вопрос, его сподвигают, соответственно, к правильной цели и к правильному скрипту, к правильному введению разговора. И вы можете не слушать все разговоры. У нас, например, есть галочка «Требует внимания руководителя», только те, которые действительно важно послушать. Тоже можно оценить по каким-то критериям, да, какие важно слушать, какие не важно слушать. Ну, это управленческие уже штуки, которые вы можете самостоятельно для себя, для своей компании определить. О, у меня закончилась последняя часть. Я… в чем вообще… что я вообще продвигаю? Да, мы делаем интеграцию с компанией «Эпиматика» совместно, и делаем интеграцию с… соответственно, все, о чем я рассказывала, можно реализовать на станциях «Я стар», серии «Ю», если у вас старенькие станции, если у ваших клиентов есть старые станции, да, либо на серии «С». Если вы интеграторы, то, соответственно, мы предлагаем вам передачу клиентов нам, либо мы можем передать клиентов вам, потому что мы очень ищем хороших партнеров, которые не только продают станции, но и могут заниматься их внедрением. Мы на данном этапе не занимаемся внедрением станции «Я стар», то есть мы можем ее продать, а настройка ее, соответственно, мы хотим ее кому-то там отдать. Если ваши клиенты хотят спрашивать у вас про интеграцию с 11 телефоней, вы можете передать клиента нам, мы с вами договоримся, у нас есть там партнерские, агентские программы, программы 1 плюс 1, когда, соответственно, мы просто передаем друг другу клиентов, и каждый там получает свои какие-то… свои деньги за свои, соответственно, услуги, свою выручку. Тоже интересная форма взаимодействия, мы так работаем с многими компаниями. Так, мои контакты сейчас будут на слайде, это наша команда, которая делает, соответственно, интеграцию. Справа два сотрудника компании IP-матики, мы вообще неразлучно ездим везде. Контакты на слайде, вы можете обращаться ко мне, сейчас вы можете задать вопросы, я обязательно на них отвечу, либо вы можете задать вопросы, когда вам будет удобно, через форму на нашем сайте, либо через e-mail. Павел, так, что вы меня поставите, наверное, в тупик. Так, про безопасность, Павел, это очень-очень большая вообще, очень большая тема. Я думаю, что вот про безопасность вам может рассказать, наверное, Дима Балашов лучше всего, у него есть классный доклад про безопасность, он знает про безопасность. Но да, вообще мы на самом деле не сторонники облаков, а все наши программные продукты учетные, да, они у нас там коробка, которая стоит у нас на серверах. Облака мы не очень любим, потому что это дорого. Аренда, она всегда дороже, чем покупка, соответственно, себе в офисе. Так, в Тюмень, Тюмень, к сожалению, я должна была быть в Тюмень в прошлую пятницу, но, к сожалению, я была на больничном и не смогла к вам приехать. Сколько стоит? Сколько стоит, ребят, менеджеры по продажам, мои бойцы? Дайте ссылку, пожалуйста. То есть мы лицензируем наши, там есть основные модули, которые позволяют делать звонки, принимать и делать звонки исходящие. Это панель телефоней, она лицензируется по количеству операторов, которые будут, соответственно, использовать данный продукт. Есть история звонков по всей вашей компании, в которой вы там можете отчеты строить и какую-то статистику собирать. Мы сделали базовые отчеты. Можно с помощью программистов 1С делать любые отчеты, которые необходимы вашей компании. То есть это там модули дальше идут. То есть стоимость рабочего места 3,850. 3,850 рублей в зависимости от того, ну, соответственно, у нас есть скидки для партнеров компания Epimatico, разные формы взаимодействия. Для клиента это стоит так. Ну, соответственно, дальше идет регрессивная шкала. Чем больше лицензий покупать, тем дешевле лицензии на одно рабочее место. Ну, грубо говоря, лицензия на 5 рабочих мест стоит там 16,990. У меня, к сожалению, сотрудники уснули. Сейчас, секунду, я вам сама дам ссылочку на, соответственно, наши цены. Евгений, так, не через облако. Все у вас происходит на сервере. То есть ваш станция стоит в вашем офисе. Это непосредственно наша разработка взаимодействует со станцией в вашем офисе. То есть никакие записи разговоров не хранятся нигде в облаке. Они хранятся на вашей станции и, соответственно, забираются по протоколу, по ссылке в 1С. То есть они даже в 1С не хранятся. То есть все происходит у вас внутри офиса. Мы никаких данных ваших не видим. Здесь я ответила Евгений на вопрос, то, о чем вы спрашивали. Есть еще вопросы? Или вы все уже спешите на обед? Лицензируется, да, пока один раз. Мы пока аренду не сделали. Это покупка лицензии навсегда. Они работают на нашей системе лицензирования, и с ними ничего не может случиться. Модуль ВТС я, насколько помню, что, по-моему, стоит 50 долларов либо евро. То есть на станции серии Ю были бесплатные лицензии для активации модуля именно внутри станции, а для серии С платные, к сожалению, вот почему-то я забыла, сколько, по-моему, 50 долларов. Из 1С, конечно, можно слушать все разговоры, которые записаны на вашей станции. Все, что происходит на станции, проходит через вашу АТС, все можно прослушать в 1С, все звонки. И опять же, Евгений, повторюсь, что звонки хранятся на вашей станции, они не затягиваются внутрь 1С и не увеличивают базу. То есть все, кто хорошо знает 1С, мы не затягиваем внутрь 1С, только ссылка на ваш разговор. Ну, вы прямо из 1С можете прослушать либо на телефоне, либо в гарнитуре, либо там скачать себе на компьютер свои записи. Насколько подключений, Павел? Насколько подключений, если вы говорите о модуле, который активирует внутри станции нашу разработку, то есть подготавливает станции для работы с нашими продуктами, то она безлимитная. Если говорить о самом продукте, который встраивается в 1С и, соответственно, дает вам функционал, который помогает вам совершать звонки, он лицензируется по количеству пользователей, там 1, 5, 10, 25 и так далее. То, что подготавливает станцию, то есть модуль сам в станции, который есть в нашем МИКО, он подготавливает станцию, то есть он делает ее настроенной для того, чтобы в правильном формате выгружать данные в 1С, чтобы у вас там звонки сопоставлялись по номерам телефонов, чтобы записи разговоров привязывались к тем или иным карточкам и так далее с помощью там компоненты. Модуль на 30 дней, да, вы можете взять на станции, можете взять наши триальные лицензии на 30 дней, мы тоже даем, соответственно, все в Триал попробовать, пощупать и убедиться в том, что все это работает и все это вам надо. Триал можно скачать прямо вот на сайте, который указан на моем слайде. Самая большая кнопка скачать Триал. У нас есть все инструкции по внедрению в типовые конфигурации 1С. Повторюсь, мы работаем с любой конфигурацией на платформе 8.2 и выше. Все, соответственно, если это не типовая конфигурация, например, 1С общепит, то мы можем сделать интеграцию на платной основе именно для вашей конфигурации. Да, все модули безлимитные. Безлимитные в смысле по времени именно использования, да, модуль, который за 50 долларов, он безлимитный по количеству пользователей. Ну, потому что он выдается на станцию, на вашу. По времени все модули безлимитные, да, те, которые, ну, коммерческие, которые куплены. Количество подключений лицензируется следующим образом. То есть есть модуль, который вы покупаете для станции Ястар серии S. Он подготавливает станцию для, соответственно, работы с нашими основными продуктами, которые встраиваются в 1С. То есть данный модуль, он выдается на одну станцию, и он безлимитен по количеству подключений. Для того, чтобы у вас заработали звонки и все, что я вам рассказывала про интеграцию с 1С, чтобы карточки открывались, чтобы звонки в один клик можно было совершать, необходим продукт панель телефоней для 1С. Типовой продукт, он лицензируется по количеству пользователей, там, 1, 5, 10, 25 и так далее. Эти лицензии коммерческие, они тоже безлимитные, но они безлимитные по времени, по количеству они, соответственно, покупают с пакетами. Надеюсь, я вас не запутала. Так, конкурентная лицензия по пользователям. Павел, можете перефразировать? Не очень понимаю. Павел, оставьте свой номер телефона, сейчас с вами свяжутся наши сотрудники, вам могут все рассказать. А, вот, если вы про это спрашиваете, то только про одновременно работающих сотрудников. Кому нужен функционал телефоней? Если бухгалтеру нужен, то на него лицензия не нужна. То есть мы считаем только одновременно запущенные панели телефоней. Запущенные наши решения, они запускаются одновременно с 1С. Как только вы заходите в 1С, у вас запускается сразу панелька для того, чтобы, соответственно, ваши звонки отлавливать. Вы можете назначить, что вот эти пользователи пользуются продуктом, а вот эти пользователи не пользуются, галочками в списке отмечаются, просто на начальном этапе настройки. То есть мы считаем одновременно количество запущенных сеансов, запущенных панелей и, соответственно, сотрудников, работающих с этим решением. Павел, если у вас еще будут вопросы, вы можете набрать нам, либо написать нам, мы обязательно вам ответим. Либо я, либо наши сотрудники. Сотрудники у вас работают посменные, у вас есть 2 смены по 5 человек, то вам нужно 5 лицензий. Не 10 на всех, а 5 лицензий. То есть если они у вас работают, одна смена утром 5 человек ровно, вторая смена 5 человек, то вам нужно 5 лицензий. Если у вас в первой смене работает 5 человек, а у второй 6 человек, которым нужна телефония, то вам нужно 6 лицензий. Дорого как вам в Тюмень ехать? Обязательно приедем, но чуть позже, когда у вас компании 1С-овские будут делать, соответственно, на большие мероприятия, либо когда компания «Обиматика» появится в Тюмень. С Рарусом мы дружим, хорошие ребята. Так, если вопросов больше нет, я была очень рада выступить с вами. Я надеюсь, что вы будете активными, что я донесла до вас какую-то полезную информацию, что мое вообще присутствие сегодня и ваше время потрачено не зря. Интегрируйтесь с разными системами и сервисами, оказывайте качественную поддержку и качественные продажи вашим клиентам, радуйте их, радуйте себя. Развивайте свой бизнес, получайте больше прибыли. Ну, интегрируйте 1С-телефонию, конечно. Все, мои контакты на слайде. Будем ждать ваших вопросов. Пока-пока. Продолжение следует...